Библейский портал экзегет.ру представляет Десятая глава книги «Второзаконие», перевод российского библейского общества, читаю, для библейского портала «Экзегет». Здесь вдруг, уже в девятый началось, но в десятый будет продолжено, Моисей вместо того, чтобы наконец перейти к перечислению заповедей и конкретных требований закона, объясняет израильтянам, как они гневили Господа, как они от Него отступали буквально на каждом шагу. Казалось бы, не очень хороший способ людям что-то сообщить, вот если им без конца рассказывать, какие они плохие. Но Моисей не просто рассказывает историю их отпадения, он рассказывает свою историю. Моисей говорит, я вел этот народ 40 лет через пустыню. Как это было? Вот закон, который я вам даю, это не просто текст, который вот где-то там мне на голову свалился, я вам его показываю, да, это то, что выстрадано, то, что лично мной выстрадано. В предыдущей главе мы читали про золотого тюльца, историю которой, конечно, в книге Исход рассказана впервые. Вот здесь говорится о том, что и израильтяне отпали от Бога еще тогда, когда только закон был дан, и в результате что делать? Вот утрачен этот завет, утрачены эти таблицы, скрижали завет. В ту пору Господь сказал мне, вытяжи из камня две плиты, подобные прежнему, поднимись на гору камни, и еще сделай деревянный ковчег. Я напишу на плитах те же слова, что были на прежних плитах, разбитых тобой, и ты положи их в ковчег. Ну, наверное, на всякий случай, чтобы опять при каком-то бунте Израиля он не разбил, вот как разбился завет. «Я сделал ковчег из акации, вытесал из камня две плиты, подобные прежнему, поднялся на гору с плитами в руках. Господь написал на них то же самое, что и в первый раз. Десять заповедей, которые Он взвестил вам из огня на горе в день собрания всей общины. Он отдал плиты мне. Я повернулся, спустился с горы и положил их в сделанный мной ковчег, там они и лежат, так повелел мне Господь». Вот история заключения завета, трагичная история, в которой и верность, и предательство, и ходатайство Моисея за его народ в предыдущей главе это было, и новое начало, когда Господь второй раз пытается это сделать. Ну, вот что будет дальше? «Покинув Байрод-бен-э-Яакан, сыны Израилевы пришли в Моссыру». Ну, это география перехода через Синайскую пустыню. «Там умер Аарон, его похоронили. Вместо него священником стал его сын Элеазар. Оттуда они пришли в Гуд-Году, а из Гуд-Года в Иватавату, где течет много ручьев». В ту пору Господь выделил племя Левия, родное племя Моисея, поручив этому племени носить ковчег договора с Господом, предстоит пред Господом служить ему и благословлять именем его. Это и поныне так. Вот почему племя Левия не получила на дело и доли вместе с братьями. Их доли сам Господь, как и обещал им Господь твой Бог. Еще один анахронизм, который отсылает нас к эпохе уже после завоевания Ханаана, потому что племя Левия действительно не получила своей территории, в отличие от всех остальных племен или колен. И у него нету своей автономии, да, как у прочих. Оно занимается священнослужением, и поэтому оно распределено на территориях других колен. Конечно, в этот момент, когда это говорилось, еще не было такого разделения. Там началось оно за Иорданский, к востоку от Иордана расположенная территория, уже поделены между двумя коленами и половиной моносии, но все равно это еще не полноценное распределение. Ну, дальше история Моисея продолжается. «Я пробыл на горе, как и в первый раз, сорок дней и сорок ночей. Господь послушал меня, и на этот раз не стал вас уничтожать. Он сказал мне, ступай, веди народ, они должны прийти и овладеть страной, которую я обещал отдать им, как поклялся в этом отца». Ну вот, все достаточно здесь просто и понятно. И важно, что Моисей действительно рассказывает личную историю, а не только дает наставление от Бога или пересказывает израильтянам, какие они плохие, это сложная драма отношений. Моисей – Бог и народ Моисея, который одновременно народ Божий. И некоторый вывод. Израиль, Господь ваш Бог требует от вас лишь одного. Дальше там будет куча правил, но суть-то одна. Требует от вас лишь одного, чтобы вы боялись и чтили Господа, вашего Бога, всегда ходили путями Его, любили Его, служили Господу вашему Богу всем сердцем и всей душой, исполняли повеление и предписание Господа, которое я возвещаю вам ныне для вашего блага. Самое главное – это отношение с Богом, а остальное – способ их построить. Господу вашему Богу принадлежат небеса и небеса небес, земля и все, что есть на земле. Но Господь возлюбил только ваших прародителей. Он избрал вас, их потомков, из всех народов. Это и поныне так. Так пусть сердца ваши станут обрезанными, впредь не будьте упрямы. Обрезание – обряд, который отделял израильтян от всех прочих народов. И здесь речь идет, конечно, об обрезании сердца, о том, чтобы не только плотский знак присутствовал на их теле, но и внутреннее состояние души, что символизируется с помощью сердца, было бы подчинено Богу. Ибо Господь ваш Бог – это Бог над богами, и Господи над господами. Он Бог великий, могучий и грозный. Он беспристрастен и неподкупен. Он охраняет права вдов и сирот. Он любит переселенцев, дает им еду и одежду. Переселенцы – это те, кто живет, соответственно, не у себя, а на чужой земле. Любите переселенцев, и вы, ведь вы сами были переселенцами в Египте. Кстати, раз он любит, то любите Ивы. Вот во второзаконии подчеркивается, как и много где, то, что в своих отношениях с другими людьми израильтяне должны повторять, собственно говоря, то, что делает Бог. Их милосердие, их помощь другим людям – это не просто их какая-то вот прихоть, это не просто какое-то требование со стороны, это отражение вот сути того, что Бог делает для них. Господа твоего Бога бойся и чти, ему служи. Оставайся верным ему и клянись его именем. Он твоя слава, он твой Бог. Он совершил ради тебя великие и грозные дела, и ты видел их своими глазами. Когда ваши предки пришли в Египет, их было всего 70 человек. А ныне Господь ваш Бог сделал вас многочисленными, как звезды на небе. 70 человек, но это семья, которая переселилась, Иаков и его сыновья, которые перешли туда после того, как Иосиф примирился с братьями. Это в конце книги Бытия описано. И вновь и вновь описывается, насколько велика любовь Бога к народу. И это описано на конкретных примерах, а не просто как какие-то декларации, которым можно не поверить. Нет, вы можете сами проверить, посмотрев на собственную историю, как это работает. И поэтому вы должны соблюдать этот закон. Ну, в 11 главе еще он продолжит это мотивирование и повторит некоторые вещи, сказанные прежде. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok